Так, камера идёт, запись идёт. А, ты уже здесь. Привет, привет. Слушай, можешь махнуть камерой, что слышишь? Ага, отлично. Пойдём со мной, я тебе сейчас покажу кое-что интересное. Во! Смотри, аппарат. Новый Kia Mahave. Да, кстати, если ты не ищешь себе крутой и надёжный внедорожник, то тебе не сюда. Ну, так вот поводил, камеры туда-сюда посмотрел, и всё, хватит. А вот если ищешь, я тебе сейчас всё расскажу и покажу. Что касается лично меня, я внедорожники просто обожаю. Ну, сам знаешь, наши российские дороги непредсказуемы, асфальт может закончиться в любой момент. Но сейчас о тачке. Махав выглядит брутально и в то же время высокотехнологично. Посмотри, какие у него фары. Вот этот фантастический, футуристичный дизайн. Огромные колёса. Диски у него 20-дюймовые. Я думаю, что при правильной резине он проедет где угодно. Пойдём скорее в салон. Посмотрим, чем удивит нас этот автомобиль. Пойдём. Холодно. Похолодало. Так. Всё, я сел. Ну, что же. Посадка очень удобная, очень комфортная. Сидения мягонькие. Оженые. Смотри-ка. О, а ты говоришь. О, смотри сюда. Здесь у нас навигационная система с каким-то совершенно гигантским дисплеем. Там куча функций. Тут тебе и автомобильные настройки, и навигация, и музыка, и радио, и погода, и всё-всё-всё. Очень крутая штука. Беспроводная зарядка. Я просто ненавижу вот эти все провода. Очень удобно. Сам попробуешь, ну, когда будешь тестировать Махав. Вот это тебе понравится. Полностью цифровая приборная панель. Проекционный дисплей. Ну, наверное, ты понимаешь, да, что это. Там изображение проецируется прямо на лобовое стекло. Там дорожная информация, всякая скорость, навигация, и предупреждение системы мониторинга слепых зон, и так далее. Ну, короче, чтобы не отвлекаться от дороги. Чего ты говоришь? А, тебе с этого ракурса не видно? Ну, слушай, конечно, тебе не будет видно. У нас же камера обзора 360. Ну, такие правила, прости. Но зато будет лишний повод тебе лично протестировать Махав. Ну, а как? Так, чуть не забыл. Пойдем со мной. Ну, как ты уже понял, машина семиместная. Два места, три, два. То есть три ряда у нас. Последние два места откидываются, и образуется совершенно какой-то гигантский и вместительный багажник. Но внедорожник, как ты понимаешь, должен быть не только вместительным, но и мощным. Поэтому мы сейчас с тобой прокатимся по трассе, а потом его, как говорится, по бездорожью. Погнали. А сейчас засеки, за сколько этот красавец разгонится до сотки. Погнали. Ой, хорошо плывет, как хорошо. Есть, сто километров в час. Сколько получилось у тебя? Засек? Должно девять секунд. Вообще, я тебе хочу сказать, Махав прекрасно ведет себя на дороге. Здесь куча полезных функций. Это экстренное торможение, интуитивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон и удержания в полосе. Но это все хорошо для города. В первую очередь, Махав – это, конечно же, внедорожник. И мы должны проверить его на бездорожье. Есть у меня тут один любопытный маршрутик. Сейчас мы туда едем. Итак, как говорит мой сосед по гаражу, сейчас мы движемся по бездорожью. Самое время опробовать выбор режима движения. Я думаю, оптимальным будет грязь. Активируем, и автомобиль автоматически адаптируется под нашу задачу. Здесь установлена интеллектуальная система полного привода. Она автоматически распределяет крутящий момент между передними и задними колесами. Ты чувствуешь, как отрабатывает подвеска? Это же песня. Если мы с такой легкостью едем по бездорожью, то как мы будем ехать по нашим российским дорогам? Чего их бояться? Вот оно! Настоящее российское бездорожье! АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, приехали. Вот за это я и люблю внедорожники. Настоящие внедорожники. Потому что на природу можно проехать в любое время года. Итак, как говорит мой сосед по гаражу, что я могу сказать об этом автомобиле? Это замечательный, прекрасный автомобиль. Просто отличный. На котором можно уехать хоть на край света. И он никогда не подведет в дороге. Да я думаю, что ты и сам все прекрасно видел. Очень рекомендую прочувствовать этот опыт самому. На этом все. Это был Сергей Бурунов. Удачи на дорогах!